Войска радиационной, химической и биологической защиты отметили 106-ю годовщину с момента образования. Именно эти отважные воины приняли первый удар во время аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В ликвидации катастрофы мирового масштаба участвовали почти 800 тысяч человек. Сразу же после взрыва радиоактивность оказалась практически во всех помещениях. Каждый уголок, каждый сантиметр поверхности не один раз нужно было обработать. Миллионы квадратных метров внутренних площадей было обработано руками военнослужащих. Эти люди разведывали места, где особо заражены различные объекты и, скажем так, запрещали в это место входить. У нас было 774 человека, только химчанина из 800 тысяч, которые участвовали в ликвидации за эти годы с 1986 по 1990 год. Два года назад в сквере Марии Рубцовой установили памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы. Теперь в этом месте регулярно проходят патриотические мероприятия, где чествуют настоящих героев нашей страны. Нам важно, чтобы эти героические страницы истории нашей страны, где участвовали и военные, и гражданские лица, были не забыты. Особенно важно, что среди ликвидаторов Чернобыльской аварии были и наши с вами земляки химчане. И память о подвиге химчан, ликвидаторов Чернобыльской аварии жива, констатировали собравшиеся в сквере Марии Рубцовой. В завершение встречи возложение цветов и вручение благодарственных писем ветеранам войск, борющихся с невидимым врагом. Олег Тюрин, Юлиана Мазырина, Вильхард Демковский. Новости Химки ТВ.